В Брюсселе на экстренное заседание собираются министры юстиции и внутренних дел ЕС, чтобы попытаться решить проблему, которая встает все острее. Что делать с беженцами? Германия, а вслед за ней и некоторые другие страны уже идут на крайние меры. Возвращают паспортный контроль внутри Шенгена, отмененный два десятилетия назад. Тема продолжит Григорий Емельянов. Об этом предупреждали и это случилось. Власти Германии, осознав, что вот-вот потеряют контроль над ситуацией с беженцами, приняли беспрецедентное решение. Временно восстановить на своих рубежах погранконтроль. В первую очередь это касается южной границы с Австрией, ставшей для беженцев перевалочным пунктом. На немецком юге уже почувствовали мощь людского потока. Только с начала месяца и только в Мюнхен приехали 20 тысяч человек. Всего же за это время через границу переправились более 80 тысяч, причем треть из них только за минувшие выходные. Угрожающая динамика. Мы не должны позволить беженцам свободно выбирать, где они хотят оставаться. Это нормальная практика во всем мире. Пока мы вынуждены закрыть границу с Австрией. Это не решит всех проблем, но нам нужно больше порядка на наших границах. С утра на автобанах близ пограничных КПП возникли пробки на 3, а то и на 5 километров. Для проведения паспортного контроля трассы сузили до одной полосы. Вот, соответственно, и результат. Что касается железнодорожного сообщения, то на какое-то время оно было вообще остановлено. Потом поезда из Австрии в Германию вновь пошли, но уже с поголовным досмотром пассажиров на границе. Поток беженцев через нашу страну не ослабевает. Они все идут и идут через венгерскую границу. Не только едут на транспорте, но и в буквальном смысле идут пешком. Ранним утром у нас тут было 2,5 тысячи человек. По нашим прогнозам будет до 10 тысяч. Строго говоря, восстановление погранконтроля меры Шенгенским кодексом предусмотрены. Однако чиновники в ЕС рассчитывали, что уж до этого дело не дойдет. Но вот спустя 20 лет на внутренних рубежах Евросоюза вновь появились пограничники. Стоило решиться кому-то одному, и примеру последовали другие. Так Чехия начала проверку паспортов и досмотр автомобилей на границе с Австрией. Сами же австрийцы кивают в сторону соседей из Венгрии. До нас периодически доходят слухи, что венгерское правительство хочет, пользуясь ситуацией, освободить свои лагеря для беженцев, дать всем желающим покинуть страну. Это только предположение, но мы готовимся ко всему. А венгры тем временем в пожарном порядке прикрывают свой слабый фланг. Балканский. На границе с Сербией не по дням, а по часам растет самая настоящая стена. Правда, кое-кто не рассчитывает всерьез на то, что она способна остановить человеческую волну. Рано или поздно люди найдут другой путь. И для того, чтобы добраться до заветной Германии и получить статус беженца именно там, многие готовы отдать последнее. Понятно, что каждый из этих людей хотел бы осесть в самой богатой стране ЕС. Но стоит ли их за это винить? Покидающие венгерские лагеря для беженцев прямо говорят, ловить там абсолютно нечего. Мы постоянно боремся за выживание. Нам ведь не так много нужно что-нибудь поесть, попить, деньги, чтобы заплатить за крышу над головой. Но у нас нет даже этого. Мы не можем найти работу. Двое моих сыновей, когда мы жили в Сирии, учились в высшей школе. Мы неплохо жили. А теперь... Если путь в Германию закрыт, то куда? Во Франции уже опасаются, что, толкнувшись в запертую дверь, поток беженцев свернет именно к ним. Национальный фронт Марин Лепен призывает закрыть границу с Германией. МВД требует от еврочиновников решить, наконец, проблему. Прежде всего, усилив контроль на внешних границах ЕС. И создав пункты приема беженцев в Италии, Греции и той же Венгрии. Похоже, в этом кризисе каждый пытается свалить ответственность на соседей. А неповоротливая структура ЕС, требующая для принятия решений полного согласия, перед лицом полного разногласия буквально оцепенела. Прошедшая накануне в Брюсселе экспертная встреча с целью сблизить позиции стран ЕС по квотам на беженцев, закончилась безрезультатно. Григорий Емельянов, Кирилл Данилов, Первый канал.